Ариару, мои маленькие любители, покушайте, мы продолжаем наше путешествие по миру ванильного Майнкрафта. После постройки АФК рыбалки, Илюша решил поздротить на ней пару часов, а я тем временем построил ферму овец, ну и устроил геноцид коров, поскольку их реально уже стало много. Ну а после, у меня даже слов не хватит, чтобы описать все происходящее. Так как Илюша был на АФК рыбалки, я решил время не терять. Для начала я установил мод, который помогал мне ориентироваться в пространстве, в виде банальных координат и точек. Это нужно было для того, чтобы не потерять все ресы снова. Установка модификации существенно ускорила поиск трех близлежащих спаунеров с пещерными пауками. Искал я их не долго. Дольше происходил процесс их облагораживания, так как было необходимо выкопать все пространство между ними, что впоследствии ускорило бы постройку фермы, которую я без Илюши строить не стал. С ней у нас также возникли всяческие проблемы. Решили сначала строить как в старых версиях, но новая механика воды послала нас. Тогда отправились на поиски гайдов. Лучше бы мы этого не делали. Несколько вариантов ферм не то чтобы не работали, а еще дамажили и не давали нормально фармить пауков. Итак, перепробовав еще пару гайдов, потратив пару часов, плюнуть на все, решили сделать некий симбиоз способов постройки ферм. Так, все, по идее у меня ферма закончена. Они должны быть внизу, сука! Я греб. Вот, ферма работает, только я опыт не получаю с ним. Вот смотри, я вот вплотную подхожу к моим паукам, и они меня не дамажат вообще. А, опыт ко мне летит, все нормально, я проверил. На удивление это стало работать. Даже можно было пофармить пауков, не боясь, что они будут дамажиться. Но и тут беда. Спавнеры все-таки находились недостаточно близко друг к другу, чтобы стоять АФК и ждать пока все три раза будут работать. Но банальный второй аккаунт и рельсы, построенные странным образом, смогли улучшить положение. После того, как я оставил на ферме пауков свой второй аккаунт, началось одно из самых бесполезных время убивательских занятий. Я начал заниматься строительством дома. Ну или, как мне казалось на тот момент. Может, если бы я пару раз не строил его полностью заново, то этот проект занял бы у меня как можно меньше времени. Моя цель была проста. Построить большое, в меру красивое здание, вписывающее в концепцию деревни и служащее одной целью. Быть большим складом. Где можно было бы хранить себе весы. И чтобы Илюша больше не знал, что я живу у него. Параллельно с этим, убедившись, что ферма пауков это не такая эффективная ферма опыта, как нам казалось, Илюша начал строить безумно читерную ферму луминарий и кактусов, которые, спойлер, он никогда больше не пользовался. Потому что сервер начинал очень сильно лагать за нее. Построив ее, он вытеснил меня из дома, после чего я стал жить в палатке, построенной до этого. Как выяснилось позже, этот насильник жителей вытеснил меня, и себя, и свои землянки. А после того, как я перенес все ресы в более просторный склад, у него не осталось выбора, как делить со мной этот амбар, названный так из-за конструкции крыши. Не зря я назвал свою амбару долгостроем, поскольку параллельно с моей постройкой Илюша успел еще и сделать попытку в создании фермы жителей. Потому что, спойлер, у него ничего не работало. Я брат, где он? Держитель. За тобой. Его нет где. Как тебе дверь? Выглядит, как здоровый член. Несмотря на то, что ему не нравился мой амбар, и он выражал ярое недовольство по отношению к нему, Илюша основательно поселился в этом уютном, на мой взгляд, домике. Понимаю, что серия выходит не очень большой и по объему, но зато она насыщена событиями. Если бы не мой монтаж, то серия бы смотрели несколько дней. Мне приходится очень много моментов выпускать. Например, с той же фермой. Мне кажется просто неинтересным то, как мы долго уходим, размышляем о чем-то и тупим и помираем. Ну или что касается постройки амбара. Вот только чтобы построить крышу, мне пришлось выкопать весь андезит в округе. Разве на это интересно смотреть? Ну а про сортировку и переноску сундуков я вообще молчу. Я сразу предвижу комментарии по поводу Тенласа и записи из ней. Да, так можно было сделать. И впоследствии я буду так делать. Но на данный момент вся реализация упирается в возможности сервера. Я очень надеюсь, что вам нравятся наши старания. Может показаться, что я куда-то спешу, показывая только основные события. Но на самом деле я просто пытаюсь сделать серию как можно более интересной для вас и более насыщенной. Надеюсь, у меня это получается. Ну а дальше, только интереснее. Удачи вам и с наступающим Новым Годом!